Сегодня я хотел поделиться Словом Божьим, которое Бог положил в моем сердце. Мы знаем ситуации и обстоятельства в наши дни, когда мы живем, что есть очень много проблем, болезней, запретов, карантинов, и некоторые люди по-серьезному болеют, очень страдают. И Бог положил мне на сердце сегодня говорить о Нем, потому что от Него исходит сила и благословение, от Него исходит исцеление. И я хотел сегодня вместе с вами открыть первое место. Это Евангелие от Луки, 4 глава, и мы прочитаем 16 по 21 стихи. «И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу, и встал читать, ему подали книгу пророка Исаии, и он раскрыл книгу, нашел место, где было написано. И вот дальше я хотел, чтобы мы это внимательно просто взяли для себя, что говорил Иисус. И Он сказал, «Дух Господень на мне». Он послал меня, для чего? Благовествовать нищим. И послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, и отпустить измученных на свободу. Дальше Он говорит, проповедовать ли это Господне благоприятное. И Он начал говорить им, «Ныне исполнилось Писание, сие слышанное вами». То есть, то, о чем говорил Иисус, Он сказал, вот с этого момента, когда вы услышали, оно исполнилось. То, для чего я пришел? И я пришел для того, чтобы благовествовать, исцелять, проповедовать, освобождать пленных, слепые прозрения, отпустить тех, кто мучается, измученные, отпустить их на свободу. Поэтому, это вот мысль главная сегодня о Христе, об Иисусе Христе, от которого исходят все эти благословения для каждого из нас. Второе место, Евангелие от Матфея, 4 глава, мы прочитаем с 23 и 24 стихи. «И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их, и проповедуя Евангелие Царствия, и исчеляя всякую болезнь, и всякую немощь в людях. И прошел о нем слух по всей Сирии, и приводя к нему всех немощных, одержимых различными болезнями, и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и Он исцелил их». Итак, мы обратим внимание, что Иисус сказал, «Ныне исполнилось Писание Сия, для чего Он пришел». Дальше мы видим, что слух разнесся, вера отслышанная. И после этого Он начал ходить, учить, потому что, когда человек научен, он знает, мы научены с вами о том, что Господь Спаситель наш, Целитель наш, Он взял наши немощи и болезни, Он освободил нас от греха и проклятия, Он дал нам нашу вечную жизнь. Но откуда мы узнали? Кто-то нам говорил, кто-то нас учил, кто-то нам проповедовал. Вера пришла отслышанья, и это слышание, оно создало в нас веру. Вот. И поэтому Иисус учил и проповедовал, о чем? О Царстве. Потому что у нас учение Царствия. Мы, сыны и дочери, Царствия. И это приготовлено для каждого человека, кто сегодня страждет, болен, во грехах погибает, кто не нуждается сегодня в Боге, он тоже нуждается, потому что без Бога нету жизни благословения. И мы видим, что пришли люди, пришли люди, чтобы послушать Его и исцелиться от болезней своих. И исцелялись. Лука 6 глава 17 по 19 стихи прочитаем. «И сидя с ним, с учениками, стал он на ровном месте и множество учеников Его, и много народа, и все Иудеи, Иерусалима, и приморских мест, тирских, и седонских, которые пришли послушать Его и исцелиться от болезней своих. Так же и страждущие от нечистых духов и исцелялись. И весь народ искал прикоснуться к Нему, потому что от Него исходила сила и исцеляла всех». Я хотел сегодня поговорить о Нем, о том, от кого исходит сила и исцеляет, потому что человек сперва должен поверить в Него, потому что без веры человек ничего не может получить. Я хотел немного поговорить, почему же, откуда же пришли эти болезни, эти зависимости, все это зло и как освободиться. Мы знаем, что в самом начале не было этого. Помните, спрашивали Иисуса Христа, позволительно ли разводиться, но Он сказал ключевую фразу, в начале не было так. Как же было в начале? И мы знаем, открываем Ботия, первая глава, это было начало, когда Бог сотворил все, небо и землю, когда сотворил все, что мы видим, и Бог сказал весьма хорошо. И Бог создал человека и дунул дыхание жизни, и человек стал душой живою. Мы видим, когда Бог дунул дух, человек стал душой живою, и там не было ни одного греха, ни одной болезни, ни одной слезинки, ни одного страдания, ни одного предательства, ничего не было. Там не было дьявола, там была жизнь, потому что Бог источник жизни. И Он вдохнул эту жизнь в Адаме, и Адам стал душой живою. Но мы знаем, еще есть дух, это не чистый дух, это сатана, который оболстил третий час ангелов, который противостал, против Бога, и написано, Он был свержен на эту землю. Вот почему земля была безвидна и пуста, и тьма над бездною. Потому что там, где дух нечистый, там тьма, там беспорядок, там неустройство, там все худое. И поэтому Бог сделал свет, Бог сделал эту землю, Бог поставил человека, и Бог дунул дух, и человек наслаждался и общался с Богом. Вот это было вначале. Это то, что будет в Царстве Божьем. Когда не будет ни одной слезы, ни одной болезни, ни одного страха. Но мы с вами сегодня живем в этом мире, будучи верующими, мы иногда ощущаем страх, мы иногда переживаем, мы иногда не можем спать. Приходят болезни, приходят трудности, приходят враги. Приходится не спать, молиться, поститься. Почему? Потому что есть враг души человеческой на землю. Потому что он на этой земле. И вот с тех пор, когда сатана обочтел человека, потому что он тоже дух, то вот этот дух нечистый, который обощает человека, Адам принял и вошел в него. И это грех. Понимаете, когда мы говорим грех, мы иногда говорим о частичном, потому что мы говорим, воровать это грех, надо покаяться, избавиться. Там наркотики, надо избавиться, там прелюбодение, надо избавиться. И, конечно, люди стараются от чего-то, от плохих привычек, от того, что принесло им страдания, стараются избавиться от этого. Но грех – это нечто большее. Понимаете, все вот эти дела – это как подобно, как дерево. На нем есть вот эти плоды, которые названы дела плоти. Но их подкрепляет источник, корень, оттуда, где течет жизнь, вот это для них. Поэтому, если оторвешь корень, то все вот это, оно не может иметь власть. Мы сами не можем это делать. Грех – это источник, откуда приходят все проклятия, все грехи, все болезни. Потому что, когда Бог сотворил человека, Он дунул дух, и там не было ничего. Бог есть любовь. Поэтому Бог всегда исчелял и всегда любил людей и всегда любит и хочет исчелить. И так мы видим, что вот этот вот дух нечистый, который взял в плен человека, обочтил человека, и вот с тех пор, с тех пор и по сегодняшний день мы видим все это и есть. То, что сегодня мы видим. Потому что у Адама и Евы были два прекрасных сына. но Каин восстал и убил Авеля. Почему? Мало земли было, мало богатства было, грех произвел зависть и убил брата. поэтому все, что есть, самое плохое в этом мире грех. И вот написано, что Бог хотел искупить человека от греха. и мы знаем, что до рождения Иисуса Христа наверно миллиарды, миллиарды жертв, овец, козлов, проливалась кровь, люди проходили, исповедовались пред Богом. Бог оставил такой путь. Но все эти миллиарды жертвы, они не могли взять грех и скупить, заплатить цену. Поэтому пришло время, когда должен Бог был заплатить эту цену. И я об этом не говорю сегодня. Но я даю маленькое понимание для того, чтобы мы могли понимать, для чего пришел Иисус Христос. Он не просто пришел исцелить меня. Он пришел, чтобы избавить меня от греха, от источника, который передался Адам, потому что в Адаме все согрешили. А в грехе это проклятие. И а в Иисусе все освобождаются. В Адаме смерть, а во Христе жизнь. И вот для этого пришел Иисус. Для того, чтобы взять, выдернуть этот источник. И когда Он пришел на эту землю, когда Иисус пришел, то мы как христиане мы знаем, но я хочу еще раз напомнить, что до 30 лет Он должен был выйти как Мессия, как первосвященник, который Он станет ходатайами, посредником между Богом и нами, людьми, за грехи людей. Тот, который станет агнцем, который станет на жертву, и Он со своей кровью, как первосвященник, который входил во святое святых, с кровью невинных животных, для того, чтобы покрыть грехи всего народа, то этот первосвященник, он пришел со своей кровью не покрыть, а войти во святое святые и раз и навсегда уничтожить грех. Поэтому, когда мы принимаем Иисуса Христа, не просто для временной жизни, а мы понимаем, что мы можем быть здоровыми, но с грехом. И здоровый умирает, и больной умирает, но есть жизнь вечная. И никогда человек не может быть счастливым до конца, пока он живет с грехом. Он может иметь и детей, и денег, и здоровье, но он никогда не может иметь полноценную настоящую жизнь, заполнить тот вакуум без Христа. Поэтому Иисус пришел для того, чтобы взять этот грех. И вот, когда Он пришел, люди, Израиль ждал Мессию, и вот Он пришел и заявил, Дух Господень на мне. Люди хотели, люди обвиняли Его много раз. Люди говорили, кем ты себя делаешь? Он назвал себя Сыном Божьим, приравнял себя Богу. Но мы знаем слова Христа, Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих, там речь с Никодимом. И он сказал, Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И теперь каждый, кто хотел иметь Бога, он мог и увидеть только в Иисусе Христе. Иисус дал власть ученикам, они ходили и исцеляли, но они не были им. Бог явился в Иисусе Христе. И написано, Бог был в Нем. Поэтому, если ты хочешь иметь Бога, тебе надо иметь Иисуса Христа, потому что Он только там. И вот, когда Он ходил, Он провозглашал, что Дух Господа Бога на мне. Я исчел от Отца. Вы хотите видеть Отца? Вот. И мы видим, что Он шел и написано, заявил, Дух Господень на мне. И Он задекларировал, для чего Он пришел. После этого, мы знаем, Он ходил, потому что Божья любовь, она воплотилась в Нем. Иисус это воплощение Божьей любви. Бог всегда любил человека и любит, и любит грешника. И даже написано, Он даже любит прощать. Кто из нас любит прощать? Мы понимаем, что надо прощать. мы понимаем, что надо прощать. И мы говорим прощаем. Но насколько у нас есть чувства такие, насколько мы это с радостью делаем. Понимаете, когда что-нибудь с любовью, допустим, с любовью, ты радуешься об этом, потому что любовь это счастье, это жизнь. Но у Бога есть такое качество, написано, что Он любит прощать. И вот Иисус пришел для того, чтобы взять грехи наши. А если Он возьмет грех наш, не просто какую-то часть нашей жизни, а грех, о чем я раньше говорил, то когда вытаскиваешь этот грех источник, откуда исходят все эти проблемы, проблемы исчезают. Понимаете, мы молимся за людей, и многие люди, они получают исчеление, освобождение. И в моей жизни, в моей практике было очень много людей, которых Бог дал на протяжении жизни встречать. И люди были, которые реально были с бесами, демонами, и Господь освободил. Но я скажу, что не все люди, они счастливы. Они счастливы, что освободились. Но они станут счастливы только тогда, когда корень греха Господь вынет оттуда. Помните, десять человек прокаженных пришли, и всех Иисус исцелил, только один пришел. И только к одному было сказано, вера твоя спасла тебя. Все десять радовались, что освободились от проказа. Все они пошли в свои дома. Потому что когда человек в проказе был, тогда это заразная болезнь. Ты не хочешь заражить своих детей, свою жену, своих друзей. Поэтому они жили отдельно. Это неизлечимая проказа. И вот Иисус исцелил их. И девять пошли радостно в дом, но один вернулся и поклонился Господу. поэтому я хочу сегодня чуть-чуть больше сказать не просто что сегодня мы будем молиться чтобы Господь исцелил вас. Он это делает. Он это хочет. И Он сказал что Он целитель. Но я хочу чтобы вы могли принять Его как Спасителя. Чтобы вы уразумели что вначале Бог не сделал ни одной проблемы. Вначале Он дунул дух и дал дыхание жизни. И человек жил в раю. И Бог Он не источник проклятий. Он источник жизни. Но мы знаем грех свирепствует. Сатана свирепствует. И написано в последнее время тьма будет сгущаться. Все бесы и демоны будут атаковать для того чтобы обощать умы людей чтобы они не думали о Господе. Когда вы идете по улице посмотрите и подумайте сколько людей думают о Господе. Сколько людей думают о том что однажды жизнь в этот момент закончится и будет воскресение мертвых и суд вечный. Не многие люди думают об этом. Но люди думают о жизни своей. Как заработать? Как быть здоровым? Как отдохнуть? потому потому что это нормально это не грешно Бог сделал нас для жизни у нас есть тело и мы должны жить но я говорю о том что рано или поздно наша жизнь закончится и вот сколько людей думает об этом но люди думают о нужных своих все независимые верующие или верующие мы все встречаем и болезни и трудности переживания и по разным причинам но слава Богу когда мы знаем Господа но сколько людей они думают о нем просто так поэтому я хочу сегодня дать вам веру в Иисуса Христа для того чтобы не только вы получили исцеление не только получили освобождение а вы могли получить то освобождение которое вот он вырывает корень проклятия греха и знаете вот когда вот это вот иногда люди которые имели проблемы в жизни там пили курили матерились неправильно жили и вдруг человек покаялся принял Христа откуда-то исчезло желание материться курить пить блудить грешить где-то исчезло выдерни источник все остальное закончится поэтому я хочу сегодня говорить о том чтобы у многих появилась вера потому что сегодня последнее время мы знаем сколько много страдает и наши близкие и родственники страдают и этот который его выдумали коронавирус но мы знаем что Господь царствует Он держит все в своей руке и когда будет трудное время трудное время Господь сказал Он своих никогда не оставит даже и тогда когда будет очень сильное влияние сатаны когда он будет ставить печать 666 когда будут заставлять поклоняться ему все чтобы если кто не примет печать и не будет поклоняться то будет убит даже и тогда Бог знает своих и Он не оставит потому что у Него есть свои ангелы и Он говорит пойди поставь печать на челах тех которые любят меня которые воздыхают это неправда и когда я пошлю суд чтобы никто не сделал вреда тем которые я положил печать на челах их поэтому мы запечатлены Духом Святым у нас есть Он и конечно праведники иногда встретят вот это вот когда приходит тяжелое время то праведникам тяжелее поэтому мы молимся чтобы Бог дал нам мирное время так написано молитесь молитесь чтобы мир был и мы молимся но когда народ перестает молиться то начинает другая сила и тогда праведникам приходится тяжелее но праведники знают они могут и страдать но они за правду они за Христа они знают что их тело могут только убить потому что если даже не убьют тело грешника то оно все равно рано или поздно через 80-100 лет оно исчахнет и похоронит этого человека но там в могиле не похоронят человека человек это вечная жизнь там для его души там нету места тела там похоронят только его тело а человек пристанет пред господом поэтому мы с вами знаем что когда приходят трудные времена когда люди не чтят бога когда извращают все перед последнее время так написано потому что перед потопом написано что люди не думали о боге написано перед содомом и гамором когда бог должен принести суд написано не думали о господе думали наслаждиться плотью и в это время праведникам всегда тяжелее они воздыхают но они уверены особенно сегодня у нас есть дух и в этот дух он и ходатайствует за нас и мы знаем что если жизнь наша закончится то мы идем господу на небесах потому что мы записаны уже в небесах мы умерли для этого мира и мы живем вечно поэтому я опять говорю что когда приходит время очень много трудностей последнее время но Иисус он свет во тьме чем больше сгущается тьма тьма никогда не осветит не затмит свет и вот мы сегодня последнее время мы должны светить мы должны проповедовать Иисуса Христа мы не должны искать наслаждения плотские мы не должны думать что Господь Он для наслаждения плотские Бог обеспечит у нас есть одежда хлеб питание кров Бог дал силу мудрости зарабатывать чтобы не нуждаться и другим помогать если даже будет трудное время когда нельзя зарабатывать когда нельзя иметь но у тебя есть кусочек хлеба и у тебя есть Бог у тебя есть стакан воды у тебя есть Бог и ты знаешь что это все временно и ты не роптаешь ты знаешь что Господь с тобою и Он доведет тебя до другого берега до вечного Ханана и войдешь в вечный Ханан потому что какая польза человеку приобрести весь мир о душе своей погубить какой выкуп потом дашь человек за душу свою никакой поэтому я хочу вам сказать работайте думайте мечтайте зарабатывайте вы можете иметь бизнес но если ты не думаешь о Господе если ты не живешь для Господа все это пойдет погибель я для этого сегодня свидетельствую сегодня для того чтобы люди узнали о Христе больше потому что когда люди вот мы читали люди узнали о Нем то они начали стекаться к Нему давайте мы будем говорить о Нем мы увидим как люди будут стекаться потому что Он Целитель Он надежда для каждой души а мы с вами те которые Его тело мы глашатые я хочу сегодня еще немножко поделиться я думаю я мог коротко донести что такое грех и откуда это я мог коротко донести кто Спуститель от греха и всех проклятий и всех болезней Его имя Иисус Христос я хочу немножко поговорить о Христе когда Он был на земле знаете когда Иисус ходил написано Он видел людей и Его сердце оно имело сострадание понимаете где есть любовь там есть сострадание это не из-за дела не из-за слуги и вот люди они жили под римской оккупацией они имели свои проблемы они имели синагоги как и у нас много синагог есть и там читали Слово Божие пели песни молились и уходились но не было исцелений не было освобождений люди не стекались туда если кто-то должен прийти в синагогу то там просто так не приходили если встретиться священником с предстоятелями пред Богами то они держались на дистанции потому что они святые и вот Иисус то же самое Он первосвященник его называли учителем Равви называли его и они отличали по одежде и когда он ходил знали что это Равви но это другой Равви это другой учитель он смотрит на людей и у него слезы текут у него сердце страдает он зашел в синагогу потому что написано до 30 лет по обыкновению он ходил в синагогу и вот когда он вышел на миссию потому что тогда еще не настало время когда настало время он снова по обыкновению зашел в синагогу и вот он смотрит человек сухой рукой он смотрит женщину которая сгорблена столько лет он смотрит на других людей которые обладаем их дьяволом в синагоге и он исцеляет их в синагоге это же прекрасное место там где проповедуются о Боге но они недовольны потому что они привыкли к своему порядку и они недовольны были а Иисус говорил что это дочь Авраама и что если суббота ты свой осел в субботу вытаскиваешь а это дочь Авраама насколько она ценнее не надлежала ли именно в этот день покоя и дать ей покой и мы видим когда Иисус сколько людей к нему приходили пришел человек давайте немножко иначе люди не всегда сразу приходили знаете мы люди и у людей есть свой скажем уже сложенный мире понимание что когда если что-то заболит аспирин там или еще что-то если что-то заболело надо к доктору и Библии не написано что доктор это грех но доктор и люди могут помочь но они могут помочь в определенное время но проблема тогда когда человек верит что это Бог но не верит Богу тогда приходят проблемы и вот человек он не всегда сразу приходит когда пришла проблема конечно мы знаем люди делятся с близкими как сегодня звонят с близкими переживают советы получают ищут кто может помочь идет каким-то людям каким-то докторам каким-то другим они стараются какие-то советы из интернета что-то выкопали сказали это поможет и люди начинают тратить время тратить средства тратить деньги силы для того чтобы им помогло и тут нельзя осуждать людей конечно но для этого и наставлен на Писание так и человек допустим он имел сына одержимого бесом и вот бесы время от времени входили в него и то в огонь бросался то о камне бился потому что когда этот дух входит в него нечистые духи и они движут он может человек говорить и бегать куда-то что-то делать но это он уже в один духом он не может сам управлять собою поэтому этот дух написано он времени часто времени уже много лет раз приходит и бросает его то в воду то в огонь то в камни и представьте себе отец сколько лет измучился и услышал об Иисусе Христе и мы знаем они привели его к ученикам ученики тоже не смогли но когда пришел Иисус я хотел если кто хочет прочитать напомнить это Марка 9 глава 17 стиха написано мы сегодня не будем читать все эти места вот но там об этом написано и и этот человек он пришел к Иисусу и он просил помоги мне он говорит если можешь сколько не будет верить но если он пришел к нему значит сколько не будет верить но знаете исходя из того сколько хороших людей пытались помочь сколько хороших специалистов пытались помочь исходя из прошлого опыта который везде был разочарован и пришел конечно еще так Иисусу конечно он не верил ему но уже было и мало веры поэтому он сказал я верю помоги моему не верю и вот Иисус сказал этому духу дух не мой это был дух не мой и глухой дух не мой и глухой я повелеваю тебе выйти из него и пред не входи в него и вскрикнув сильно сотряс его и вышел знаете в наши дни тоже есть люди которые сегодня они обладаемые нечистым духом люди для них построили больницы люди для них придумали уколы но там нет освобождения но мы с вами знаем что Иисус он освобождает конечно мы сами не можем потому что дух или сатана он сильнее нас мы сильны в Господе только когда Господь с нами то мы не боимся потому что сатана не боится нас он боится того кто в нас но сколько есть сегодня людей которые страдают и кто может им помочь и написано что вера услышали откуда узнал этот человек он услышал Иисус из Назарета необыкновенно творит чудеса и Бог с ним и вот ученики его и он пришел и мы знаем что каждый кто приходит к Господу он получит ответ на свои нужды также еще пример приведу есть написано Матфея 9 глава в начале когда мы читаем первые стихи несколько там написано что принесли расслабленного на постель мы знаем в другом месте 4 человека через кровлю пустили то есть этот человек расслабленный что такое расслабленный он не мог ходить он не мог обслуживать себя он был инвалид или полз или лежал вообще не мог ходить вы представьте себе человека который не может я думаю нам тяжело представить себе вы представьте что человек лежит месяц человек лежит год два года три года четыре года это существование это нету жизни он как ребенок ему надо перепеленять кто-то должен ухаживать за ним за такими людьми не каждый может ухаживать блаженый человек если у него еще есть мама потому что иногда муж или жена или дети иногда не смогут ухаживать родные не могут ухаживать но лежит этот человек взрослый человек у него нет жизни и вот кто-то узнал Иисус Христос может это сделать нашлись люди которые поверили они сказали мы знаем человека или может быть их не близкий или когда-то друг или сосед не знаю и они сказали ему мы тебя отнесем к тому кто может тебя исцелить и они его взяли и принесли и вот написано когда они принесли его здесь написано и видя Иисус веру и сказал расслабленную дерзай чада прощаются тебе грехи твои мы знаем что рапталик как он может прощать грехи но Иисус сказал но чтобы вы знали что сын человеческий имеет власть на земле прощать грехи тогда говорит расслабленному встань возьми постель твою и иди в дом твой и он встал взял постель свою и пошел в дом свой дорогие друзья я могу читать очень много мест мы знаем но понимаете в последнее время Бог все чаще и чаще говорит к моему сердцу чтобы мы говорили людям о нем потому что люди нигде не могут получить настоящее спасение настоящее счастье настоящее освобождение как только в Иисусе Христе пока еще время свободное благоприятное и есть когда мы можем еще проповедовать и говорить мы можем говорить людям о Христе потому что когда мы говорим им когда мы свидетельствуем потому что каждый из нас у нас есть свидетельство У меня есть много свидетельств. У вас есть много свидетельств. Каждый из вас, вы можете стать и засвидетельствовать, что я погибал, а Господь спас меня. Я была там-то, а сегодня я свободна. Я был болен, Господь исцелил меня. Наш сын был боли раком и лежал, чтобы умереть, но Господь исцелил его. Каждый из нас, мы имеем свидетельство. Мы не должны превратиться в синагоги, где только поем, читаем. Нам нужен Иисус в нашей синагоге, чтобы Он мог исцелять, чтобы мы видели, что люди приходят, и они прикасаются к Нему, потому что только от Него исходит сила, не от меня и не от вас. И вот когда мы нуждаемся в Нем, когда мы последовали, приняли, и мы получили Святого Духа, то Дух Святой в нас уже действует. Мы не все будем апостолами, пророками, евангелистами, учителями, царями и пастырями. Мы не все будем иметь одинаковые дары, но мы все имеем Господа. Мы все пережили чудо. Мы все пережили освобождение. Мы все Его свидетели. Мы получили счастливую настоящую жизнь. Мы не имеем страха, потому что Он не дал нам духа страха, но любви, силы, силы мудрые. И мы теперь свидетельствуем. И когда мы говорим человеку, не важно, апостол я, пророк, евангелист, учитель, пастор, имея дар исцеления или пророчества, или другие языки, и я дитя Господа, я могу рассказать ему, кто он, что он любит тебя, и он там, где ты есть. И неважно, может, ты лежишь долгое время, но он там у твоего сердца. И если ты пригласишь его в свою комнату, в свою жизнь, если ты откроешь свое сердце и скажешь, Господь Иисус, ты можешь исцелить меня, ты можешь сказать, Господи, ты знаешь мое состояние. И он может сказать тебе, встань, возьми постель твою и ходи. Встань, возьми постель твою и ходи. Мы можем говорить эти слова людям, что он может это сделать. Понимаете, иногда у вас есть близкие и друзья, и особенно те, которые близки вам, вы переживаете, и вы общаетесь, и кто-то делится с вами, что вас обманули примерно, вас кинули, вас обокрали, или в жизни стала большая трагедия, бега, беда, и близкий человек делится с тобой, и слеза опускается. И как быть? В нас есть любовь Божия. Мы можем обнять этого нашего близкого человека. Сказать, я понимаю тебя. Я сострадаю вместе с тобою. Я знаю, что Господь может тебе помочь. И вот так просто. Не как апостол, не как пастор, учитель, евангелист, или кто-то пророк, или как тот, который имеет дары исцеления, или другие. Как человек, рожденный свыше. Как человек, который наполнил любовью Божию. Который пережил свое чудо в своей жизни. Он может сказать, Господь, я благодарю Тебя, что Ты освободил меня. Я благодарю, что Ты можешь поменять обстоятельства и жизнь. И назови своего друга, подружку. Господь, я сострадаю вместе с нею. Если я сострадаю, то насколько Ты сострадаешь. И если я могу любить Твоей любовью, насколько Ты любишь. И я знаю, Ты можешь сделать, Господь. Покажи, прикоснись к ней. Ты знаешь, как прикосниться. От Тебя исходит сила. Вы можете молиться. Это большое чудо. Передавать Божию любовь. Это большое чудо. Рассказывать о Целителе. И сострадать людям. И сказать, и привести их. Здесь есть братья и сестры, которые тоже умеют сострадать. И плакать с плачущими. И радоваться радующими. И мы молимся. И так Господь делает чудеса. Поэтому, дорогие друзья, я сегодня хочу сказать вам, что от Него исходит сила и исцеляло всех. Это главная тема этой проповеди. От Него исходила или исходит сила и исцеляет всех. Поэтому, дорогие братья и сестры, дорогие друзья, дорогие те, кто слушает нас в прямом эфире, я хочу сказать, что от Него и сейчас исходит сила и она может исцелить тебя. Невозможно для человека, возможно для Бога. Понимаете, там, где нету мира, Он есть мир. Он может принести в твоей жизни мир. Там, где стоит помежду с кем-то вражда, если ты приглашаешь его и сказать, Господь, встань ты между нами, Он приходит и Он есть мир и любовь и из-за обоих дел это одно. И Он разрушает эту преграду. Там, где есть нужда, родственники, больные, дети, нуждаются в исцелении, мы можем призывать имя Господа Иисуса, потому что мы не можем исцелить, мы можем плакать, мы можем сострадать, мы можем верить, мы можем призывать имя Господа, но мы знаем, что невозможно для нас, для него возможным. Потому что когда мы долго смотрим на человека больного, когда мы долго смотрим на человека в каких-то обстоятельствах живет, то мы привыкаем к этому. И когда мы даем ему советы, мы можем сказать, да, Бог тебе поможет, но мы уже привыкли к этому. И он привык к этим ситуациям. Но, понимаете, Господь никогда не привыкает. Поэтому давайте мы будем продолжать молиться. Что бы ни было в твоей жизни, сколько бы ни длилось это, какие бы диагнозы ни были в вас или в ваших близких, что бы ни происходило в их жизни, Господь Иисус пришел не судить. Он не пришел сказать, а почему с тобой так случилось? Ты это заслужил. Написано, Он пришел, чтобы избавить нас, исцелить нас, освободить нас, дать нам жизнь и жизнь с избытком. Поэтому Он сказал, придите ко Мне, все труждающиеся обремененные, Я успокою вас. Придите все труждающиеся обремененные, Я успокою вас. Он сказал, просите, и дано будет вам. Ищите и найдете. Стучите и отворят вам. Потому что всякому просящему дастся, и ищущему найдет, и стучащему отворят. Понимаете, иногда наши глаза видят одно, и наш разум видит одно, и мы же чувствуем, но мы должны всегда знать, мы должны отдавать в руки Господа. Господь, Ты любишь этого человека. Господь, никто из нас не достоин. Если бы нам судить кого-то, что он из-за своих грехов, то мы в нас должны бросить камни, потому что написано, все согрешили. Нет праведного ни одного. Иисус сказал, кто из вас без греха, возьми первый камень и брось. Но Иисус пришел не с камнями, Он пришел с любовью. Он пришел исцелить вас. Он пришел дать вам жизнь. И когда мы знаем об этом, и мы молимся за наших близких, мы должны вопреки все, что мы чувствуем, мы должны исповедовать, декларировать то, кто есть Он, и что Он принес. И Господь, написано, Он делает не по нашим делам, но по Его любви и милости. И когда Он пошел на крест, никто из нас не заслужил. Когда Он ходил и исцелял людей, никто из них не заслужил. Когда Он сказал, придите ко мне все трудающие, соберемененные, я успокою вас, никто не заслужил. Потому что Бог не желает смерти грешника. Бог желает, чтобы все люди пришли к покаянию. Поэтому Он сказал, идите и говорите людям, расскажите им обо Мне. И всякий, кто призовет Мое имя, спасется. Поэтому я хочу сказать всем нам, и хочу сказать тем, кто будет смотреть и будут смотреть, что бы ни было в твоей жизни, просто подумай об Иисусе Христе. Просто подумай о том, кто был на этой земле, и кто умер за тебя. И призови Его имя. Неважно, что в твоем прошлом было. Неважно, сколько лет ты страдал. Неважно, сколько лет ты мучился. Может быть, как эта женщина, 12 лет кровотечения мучилась. Но Господь приглашает тебя прикоснуться к Нему. И ты можешь призвать Его имя, и помолиться, и сказать, Господь Иисус. Это не наигранная молитва, которая в синагоге, каждой в синагогу молились Богу всемогущему. А это вот сердце, где говорил, Господи, Ты можешь мне помочь. И вот этим сердцем мы говорим, Господь Иисус, помоги мне. Господь, исцели меня. Потому что написано, всякий, кто призовет имя Господа, спасется. И я хотел, прежде чем будем молиться, я хотел еще раз, я очень хотел бы еще раз для себя и для всех нас напомнить, что Господь Иисус жив. И Он может. Сколько людей приходили в собрание к нам? Люди приходили с разными судьбами. И я понимаю, что мы не можем изменить эти судьбы. Я знал, кто может изменить их. Поэтому я проповедовал вам Слово. Я молился, я призывал Его имя, а Господь действовал в вашей жизни. Продолжение следует... Продолжение следует...